Девушки отдыхают Симптомы страха снимают играючи. Перед любой процедурой расспрашивают о семье, рассказывают сказки, так чтобы на белый халат была только положительная реакция. Прямо открывает дверь, сразу здравствуйте, ага. Мама говорит, она уже дома готовилась, уже вот прямо на прием собиралась. Бывают такие дети, которые хотят к нам идти. С педиатра начинается каждая история болезни. За 23 года, что Елена Александровна ведет прием, пациенты изменились. Чаще они проводят время больше не за книгой, а за компьютером. Поэтому появились часто и неврозы. Дети стали чаще болеть. Поэтому приходится давать рекомендации, устанавливать режим на компьютер. О том, что напротив их фамилии в интернете появились отметки и комментарии узнали от коллег. Выбрать лучшего детского врача в пяти номинациях можно на сайте bestpediatr.ru. В этом году конкурс проходит одновременно в Зеленодольске и Нижнекамске. Кроме этого в Ольметьевске, Бугульме и Лениногорске. Последние три города организаторы объединили. Против хакерских уловок заранее предприняты меры. Каждый голос привязан к сотовому телефону. В час за одного кандидата принимают не более 20 отметок. Голосование бесплатное. Сам конкурс, как отмечают родители, процедура важная. Оценка должна осуществляться. Потому что все-таки, так же, как и в любом предприятии, есть люди, которые более целенаправленно, допустим, идут своим целям. Наш педиатр. Отзывчивая. Всегда идет навстречу. В конкурсе принимают участие сотни медиков. У большинства многолетний стаж работы. Случайные люди здесь не удерживаются. Во-первых, нужно очень любить детей. Нужно уметь любить родителей. Особенно бабушек, которые у нас называются уже тяжелой артиллерией. Если маме что-то не нравится, вот идет тяжелая артиллерия. Порой вопросы решаются болезненно. Сказывается и острая нехватка врачей узких специальностей. В Зеленодорской детской поликлинике, к примеру, нет офтальмолога, лора, эндокринолога. Их приглашают из Казани. Интернет-конкурс в решении данной проблемы не то, что доктор прописал, но все же поднять престиж профессии он способен. Голосование продлится до 13 мая. Победителям выпишут призы. Венера Мухаммедова, Матвей Самсонов и Светлана Шумкова. Вести. Татарстан. Добрый вечер. В студии России 24. Мы поговорим, какова ситуация с паводком в Татарстане. У нас в гостях гость Юрий Владимирович Венедиктов, заместитель начальника главного управления МЧС России по республике Татарстан. Юрий Владимирович, здравствуйте. Какова ситуация с паводком в Татарстане сегодня и какой прогноз? Здравствуйте. Позвольте, прежде всего, остановиться на текущей обстановке. Я характеризую ее сначала паводкоопасным периодом. В текущем году, в период со 2 апреля, в зону подтопления у нас попали 17 населенных пунктов из 9 муниципальных районов республики. Всего было потоплено, зарегистрировано случаи в 107 жилых домов, 226 предусладельных участков. В зоне подтопления оказалось 262 человека, в том числе 30 детей. Силами администрации муниципальных районов МЧС республики Татарстан, органами местного самоправления было эвакуировано зону подтопления 54 человека. Также в республике Татарстан в зоне оказались подтоплены 2 низководных моста оба в Буинском муниципальном районе. А также 3 участка автомобильных дорог. Это в Опасовском, Воскогорском и Елаборском муниципальном районе. В настоящее время обстановка следующая. Вот на сегодня? На сегодня, да. На 12 часов сегодняшнего дня находится в зоне подтопления 4 населенных пункта, 2 низководных моста, размыто 1 участок автодороги в 5 муниципальных районах республики. Всего подтоплено 7 домов, в которых проживает 18 человек, из них 1 ребенок. А также подтоплено 94 превысходных участка, 1 краеведческий музей. Это 2 населенных пункта, прежде всего, в Буинском муниципальном районе, село Шалты. В зоне подтопления находятся 5 домов, 82 превысходных участка, с населением 11 человек. Дальше, в том же населенном пункте Исергапово, в Буинском муниципальном районе, находится в зоне подтопления 10 превысходных участков. В Елабужском муниципальном районе, размыт участок автодороги, шириной 5 метров, в районе населенного пункта Свиногория, но объездная дорога имеется. В Буинском муниципальном районе, находится в зоне подтопления, 2 низководных моста через реку Свияга, но также, значит, объездные пути имеются. И у нас было на сегодня на утро 2 района, в которых было подтопление, но, однако, уже сейчас, в результате проведенных мероприятий, подтопление там ликвидировано. Это, значит, в Менделеевском муниципальном районе у нас, значит, вчера был подтоплен Краеведческий музей, а вследствие того, что на реке Тойме, ниже по течению, это в Елабужском муниципальном районе, у нас, значит, образовался затор. И в, значит, в Зелендольском муниципальном районе, это Татарское Танаево, там у нас было подтопление, значит, 2 домов и 2 приусадебных участков, с населением 7 человек, 1 из них ребенок. Но в целом, значит, сегодня, благодаря принятым мерам, подтопление там также успешно ликвидировано. Хотелось бы остановиться, значит, на Менделеевском муниципальном районе, вот, благодаря принятым мерам, совместным мерам администрации МЧС Республики Татарстан, мы тогда выслали спасать, извините, команду взрывников, были подроведены подрывы на реке Тойме, сейчас они проводятся в настоящее время, и уровень воды в данном сельном центре пошел на спад. Недавно, насколько мне известно, и в Нижнекамском районе подрывные работы проводились на реке Шишма, да? Да, у нас вообще мы проводили подрывные работы в рамках проведения превентивных мероприятий в 18 муниципальных районах, то есть всего у нас было проведено 404 подрыва на общей площади 37,5 тысяч метров квадратных. То есть это один из видов мероприятий, которые, ну, в основном мы работали по заторам. Юрий Владимирович, а какие районы вот еще в зоне риска могут оказаться? Куда еще большая вода не пришла, так скажем, но может прийти. Сейчас по обстановке хотел бы остановиться, да, у нас сейчас идет активная фаза половодия. Она прогнозировалась, то есть предварительно перед началом поводка опасной переды мы провели ряд заселенных КЧСПБ. В районах, естественно, были проведены превентивные мероприятия, в том числе очистка дна реки, дно углубления. То есть очищали, значит, сливные колодцы, все, значит, все как бы, все это. И, значит, мы прогнозировали вообще, значит, прогнозы на этот поводка опасный период. Прогнозировали подтопление в 276 муниципальных районах, 276 населенных пунктов республики. Но пока этот прогноз, к счастью, не оправдался, это благодаря тому, что были на высоком организационном уровне проведены именно превентивные мероприятия. Значит, сейчас у нас активная фаза половодия прошла от предволжия республики, это на Западе. Сейчас, значит, мы проводили облет вчера силами, значит, МЧС республики Татарстан. По результатам разведки сейчас в основном снег в большинстве, значит, с западных, центральных районных республики он уже спал. То есть активное снеготаяние уже прошло. Сейчас идет процесс активного снеготаяния, есть запасы снега, сохраняются еще, значит, в восточных районах республики. А когда ждать второе пришествие поводка? Вот вы говорите, снег на полях-то понятно растаял, а он еще в лесах же есть? Да. Хотелось бы остановиться, во-первых, на основной части поводка. Мы ожидаемого завершения во второй декаде апреля. То есть где-то в числах 20-25 числах апреля будут открыты уже основные реки, это Волга и Кама. И, соответственно, уже все реки, малые реки республики очистятся от воды. Сейчас у нас на особом контроле это, значит, Бавлинский муниципальный район, Лениногорский муниципальный район, Ютазинский, Огрызкий. То есть весь восток республики, где сейчас идут активные процессы снеготаяния, подъема воды в реках. Значит, вторую волну поводка мы ожидаем примерно до третьей декады мая. То есть вторая волна поводка, она, в принципе, по большому счету, означает оттаяние снега в лесах. Именно в лесах. Но, как показывает практика, вторая волна поводка, и, скорее всего, она не приведет к высокому уровню воды в реках. То есть половодие будет некритичным? Нет, мы не ожидаем его критичным. Второй волной поводки, именно второй. А какова ситуация с поводком в Казани? Вот, все-таки, есть проблемы и в частном секторе, и в некоторых дворах. То есть они затоплены. Вот люди звонят и в редакцию «Вестей Татарстана», и говорят, куда нам обращаться в таких случаях. Звонят в управляющую компанию, а там должного ответа им не дают. Вообще, что касается реагирования на все ситуации, связанные с угрозой жизни населения республики, у нас существует единый номер обращения. То есть это номер 112. Такой номер действует в городе Казани. Такие номера везде действуют во всех муниципальных районах республики. То есть звонок с мобильного элементарно, да? Элементарно, да. То есть или вы звоните 112, или вы звоните 01, это попадаясь в пожарную охрану, или 010 с мобильного. Также в городе Казани, я знаю, во многих крупных городах республики есть своя служба. Например, в городе Казани это 063, который именно реагирует на эти звонки. У нас есть, значит, телефон на доверие именно уже республиканский уровень. Это Центр управления в кризисных ситуациях, 292-6409, куда вы можете позвонить и обратиться, если у вас не приняли какую-то заявку или не отреагировали. Тогда еще раз повторю, 292-6409. Да, вы, звоня 112, вы попадаете в единую дежурную спечку службы муниципального образования. То есть, находясь, например, в Нижекамском, к примеру, муниципальном районе, позвонив 112, вы попадаете в ЕДС Нижекамского муниципального района, где ваша заявка должна быть принята, обработана. И, соответственно, по каждому случаю у нас есть свой порядок реагирования. То есть, выезжает оперативная группа муниципального района, которая включает в себя как представители администрации, так и муниципального района, так и МЧС этого муниципального района. Они на месте определяют масштаб, определяют уровень реагирования, угрозу и, естественно, высылают необходимые силы и средства как подразделения МЧС муниципального района, так и подразделения территориальной подсистемы, звена территориальной подсистемы этого района. То есть, или дорожников, или необходимой службы электриков. А что делать человеку в случае потопа? Вот, допустим, населенный пункт, неожиданно хлынула вода, начался потоп. Какие документы, может быть, собрать? Сидеть дома, ждать спасателей или как-то бежать? Во-первых, есть два вида подтопления. То есть, это риское повышение воды, как у нас было на юге, в Крымске, вы знаете. Везенезапно людей затопило. Ну и есть, значит, подтопление, которое не носит такой оперативный характер. То есть, если вы видите, да, и у вас подходит вода к дому, вы должны не паниковать, то есть, отключить электричество, газ, воду, перенести на верхний этаж или чедок ценные вещи. То есть, взять паспорт, упаковать в сумку теплой одежды, значит, продукты питания, питьевую воду, фонарик, медикаменты. И, соответственно, также позвонить по телефону 112 и ждать помощи спасателей. При внезапном потоплении, естественно, необходимо сделать то же самое, переместиться на верхние этажи, но взять с собой самые необходимые вещи. То есть, это еду, документы, паспорт, медикаменты, естественно, телефон, средства связи для того, чтобы сообщить о том, что вы попали в беду. Поэтому, если позволите, остановлюсь. То есть, мы сейчас вчера, буквально 9 апреля, проводили в рамках подготовки именно к поводку опасного периода, то есть, проверку централизованной системы оповещения Республики Тарстан. Проверили в районах, сейчас идет обобщение. Мы испытали несколько позиций новых, которые мы сейчас внедряем на территорию Республики в рамках пилотного проекта. Это, во-первых, оповещение по сотовым телефонам. А, кстати, вот вчера все-таки оповещений не было. И даже социальные пользователи в Твиттере писали, вот, не пришли СМС-сообщения. Это вчера было не предусмотрено или какой-то сбой произошел? Вчера мы проводили проверку. То есть, сейчас мы идем, как бы, мы до 1 декабря, как уже мы говорили на брифинге, мы эту систему запустим. Но сейчас мы проверили ту часть, которая пока работает. То есть, пока мы ориентированы только на одного оператора. Это на Мегафон. То есть, с ним пока заключено соглашение. Затем, значит, мы переориентируемся уже на следующих пользах. Основных операторов. Это НТС, Билайн и так далее. Но для решения этого вопроса в системах оповещения по широковещательному каналу, потому что СМС-сообщение занимает очень долгое время, промежуток, а мы должны уложиться в течение 20 минут. Мы сейчас проводим, естественно, переговоры по регулированию нормативной базы. То есть, там необходимо включить широковещательный канал, чтобы вам пришло оповещение. И мы, вот, как бы, мы-то у нас уже включены, это широковещательный канал у всех сотрудников МЧС. То есть, мы, как бы, проверили у тех людей, у которых включен, они получили это сообщение. И сейчас, вот, мы с оператором Мегафон работаем, значит, по, то есть, смотрим, сколько мы процентов оповестили, как нам действовать дальше. Но такие изменения мы вносим, сейчас уже работаем, в том числе с выходом на федеральный уровень, потому что это общая задача наша. Но в Осирии вчера был слышен показания, а вообще в республике как прошли учения? – Прошло. То есть, с учетом пока еще результата мы полностью не обобщили, но прохождение сигнала было достаточно. Прошло на хорошем уровне. То есть, мы задействовали, кроме традиционной системы схемы оповещения через аппаратуру П-160, которая находится в муниципальных районах, мы задействовали второй путь. Как бы мы задействовали с Центра управления на клинических ситуациях, оповещение по видеоконференц-связи едино-дежурной печки службы. То есть, как бы, параллельно еще один путь оповещения органов управления. По этой команде, значит, старшего оперативного дежурного, диспетчер ЕДЭС запускает систему оповещения уже у себя в районе. То есть, оповещает органы власти района и запускает имеющиеся сирены. Сейчас информацию мы обобщаем, и в рамках пилотного проекта, который сейчас идет у нас на территории республики, мы планируем как раз и дополнительное количество электросирен ввести. Но как вообще татарстанцы отреагировали? Не было звонков в МЧС о том, что вот, а почему сирену вводят? Были звонки, да? Да, ну, естественно. Мы же предупреждали, мы проводили брифинг, то есть, это было выложено в средствах массовой информации. Значит, было порядка 15 сообщений, у нас работал телефон горячей линии, работал опять нечто. То есть, люди волновались. Да, были. И в основном они носили характер, почему я не слышал сигнал сирены. Некоторые услышав, было где-то порядка трех или четыре звонка, которые люди, значит, просто спрашивали, что мне делать. Ну, это же хорошо, то есть, что народ реагировал. Да, люди реагировали, я сам, значит, там находился в этом штабе, разговаривал с людьми. Всех волнует вопрос, и молодые, и старые, всех волнует этот вопрос. Ну, давайте по паводку еще. Есть ли какое-то у вас обращение к населению, все-таки ситуация остается нестабильной в республике? Как себя вести все-таки, если придет в ваш дом большая вода, так скажем? В целом, я бы хотел остановиться на тех мероприятиях, которые у нас проведены в республике, чтобы затем уже перейти как бы к обращению к населению. Во-первых, у нас все нормативные документы приняты, то есть, у нас проведено ряд заседаний КЧСПБ именно по тем районам, где прошло половодие. Сейчас у нас Главное управление МЧС России по республике Тарстан, на МЧС Республики Тарстан, в Центре управления клинических ситуаций работает Межведомство-оперативный штаб. То есть, мы не просто, мы работаем круглые сутки, мы отслеживаем обстановку. Там, значит, входят сотрудники МЧС Республики Тарстан, сотрудники Министерства ведомств, это прежде всего строители, дорожники, врачи. То есть, мы ситуацию обслеживаем по каждому муниципальному району. И у меня вопрос еще. Те дома, которые были затоплены, их хозяева могут рассчитывать на материальную поддержку от государства? Естественно. Что можно для этого сделать? Такой порядок существует. Если у вас был подтоплен дом, вы должны обратиться в администрацию муниципального района с заявлением. То есть, в каждом муниципальном районе сейчас создана комиссия по оценке ущерба. Значит, комиссия придет по заявлению, комиссия оценивает ущерб, приходит, оценивает ущерб и возмещает его за счет средств муниципального района выделены на ликвидацию последствий с чрезвычайной ситуацией. Такой фонд в каждом муниципальном районе есть. Если уровень чрезвычайной ситуации достигнет межрегионального, то есть, он будет принят режим ЧС на уровне всей республики, значит, будет, естественно, оказана федеральная поддержка. Но пока у нас, значит, подтопление чрезвычайной ситуации, у нас введен режим чрезвычайной ситуации пока, значит, тут в трех муниципальных районах, значит, это Верхний Слонск, Москогорск, Кайбецк, то есть, чрезвычайная ситуация у нас носит муниципальный характер. И, соответственно, уровень возмещения пока, значит, людям, которые попали в беду, которых, значит, постигло вот это, наверное, половозье, им будет возмещено средство за счет средств муниципального бюджета. Ну и коротко ваше обращение к населению. Пользуясь моментом, хотел бы обратиться к населению, ну, прежде всего, это, конечно, не паниковать, не паниковать. То есть, сейчас у нас такой уровень развития, когда у каждого есть сотовый телефон, то есть, самое главное, естественно, сообщить о том, что с вами произошло. Для этого не нужно звонить, значит, искать какой-то телефон доверия или еще что-то, звонить, значит, заходить на сайты, потому что бывает так, что звонят иногда люди, даже в Москву напрямую, видимо, не знаю. То есть, номер 112, который есть в каждом сотовом телефоне, вас видит в ЕДС муниципального района. ЕДС муниципального района, соответственно, реагирует, есть у него соглашения, есть силы в каждом муниципальном районе, есть силы недостаточно. Центр управления в кризисных ситуациях также работает в круглосуточном режиме, работает межведомственный оперативный штаб, примут решение, подготовим обращение к ЧСПБ республики, направим силы уже уровня республиканского, то есть, территориальной подсистемы. Возьмите с собой вещи, то есть, возьмите детей, если действительно... Чувствуется угроза, да? Можно, конечно, перейти, лучше всего к соседям. Как показывает опыт, мы развернули, значит, здесь вот на всех, на территории республики, у нас вообще готово к развертке на 189 пунктов время размещения, где, значит, в основном в садах, в школах, значит, где людям готовы, значит, тоже и вещи, и еда, то есть, такие пункты есть. Но пока, значит, люди от обращения, как обычно, как показ практики, таких не обращаются. Даже в прошлом году, когда у нас было подтопление гораздо значимее, чем сейчас, то есть, там, и то, значит, у нас только обращения в пункт время размещения были в Альмейском муниципальном районе, два или три человека. Ну, и главный итог, получается, звонить в 112 и не паниковать. Да, не паниковать, взять вещи, значит, если есть скот, значит, вывезти скот, отвязать коров, собак, подойти к родственникам и сообщить, где вы находитесь, самое главное, чтобы мы о вас, как говорится, помнили всегда и знали, что... С вами все в порядке. Да, с вами все в порядке, потому что мы контролируем каждого человека, не контролируем, а мы, значит, наша задача это довести информацию до каждого человека и спасти каждого человека. Юрий Владимирович, спасибо за интервью.